Рода Высокие, могущие, могучие и зловещие, грозные, они походили на каменных воинов, охраняющих низовьевы реки от врагов. Путникам предстояло проплыть между ними. «Это каменные гиганты», — сказал Арагорн, — «великие витязи Нуменорского королевства». И громко крикнул остальным хранителям, — «Следуйте за мной! Держитесь на стремнении! Идите как можно дальше друг от друга!» Каменные гиганты были уже совсем близко. Они пронесли сквозь пули столетий. Немые, но грозные, древние, но могучие, в каменных, растрескавшихся от времени шлемах, Смотрели они, чуть сощурившись на север, предостерегающие, подняв левую руку вверх и сжимая в правый боевой топор. Величавые часовые легендарного королевства внушали Фродо благоговейный страх, И он не поднял на гигантов глаза. Когда их тени накрывали путников, Даже порами пропустил голову, проплывая в отчаянно пляшущей латчонке Между испанинскими стражами прошлого. Отвесные, уходящие в небо утесы Стремительно проносились мимо хранителей. Черное, как волнистое зеркало, Вода оглушительно грохотала. Было сумречно, изнобко, Летяной ветер пронизывал до костей. «Не бойтесь!» — раздался вдруг странный голос. Фродо оглянулся и увидел бродяжника. Однако он не сразу узнал его, Ибо перед ним стоял не бродяжник, Усталый скиталец дикого глухоморья, А прекрасный, молодой и могучий Витязь. Неколебимо и гордо, С поднятой головою и небрежно откинутыми назад волосами, Возвышался он на корме лорианской лодки, Оседлавший бешеную стремнину Антулина. Государь, возвращавшийся в свои младения, Вот кем он был сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон»